Утром понедельника из-за аварии на водоводе, которая произошла на улице Льва Толстого, без водоснабжения на несколько часов остались полтора десятка многоквартирных домов. Ручей стекал по спуску с улицы Серышева к центральному рынку. ЧП принесло неудобства не только жителям района, но и автомобилистам. Водителям приходилось быть внимательными и снижать скорость при спуске, чтобы не попасть в занос или в аварию. Пешеходы тоже испытывали трудности. Горожане едва удерживали равновесие на заледеневшем асфальте и чуть не падали. Людям было особенно тяжело передвигаться около рынка. Холодная вода хлынула из водопроводного колодца у детского сада номер 57. Первым делом был перекрыт водовод, чтобы остановить затопление бульвара. Потом в дело включилась вакуумная машина. Нужно было откачать воду из подземной камеры. Только после этого появилась возможность спуститься в небольшой коллектор, чтобы понять, где именно лопнула труба. По сообщению водоканала, это водовод диаметром 100 миллиметров. Восстановительные работы уже ведутся. Обещают обойтись без раскопок, которые бы парализовали движение по льва Толстого. Тем временем другие рабочие позаботились о очистке дорог ото льда. Вода очень быстро замерзла, превратив в каток не только проезжую часть, но и пешеходную зону с трамвайными рельсами. На движение вагонов это ЧП не отразилось. По данным сайта водоканала, без воды остались жители 11 ближайших домов по улице Льва Толстого, девятиэтажки на Герасимово, высотки на Амурском бульваре и здания природоохранной организации. Подать воду в дома специалисты планируют к полуночи. С места происшествия Дарья Небора, Анастасия Манина и Андрей Алферов.